Приветствую всех друзья конец мая 2021 года и традиционный обзор по стройкам мы начинаем начинаем с Андреевщины тот самый последний дом который под сдачу который уже покрасили но еще естественно ни одной квартиры тут не сдано идут работы по благоустройству последние не знаю есть ли там отделка внутренняя что очень сомневаюсь обычно если дома для нуждающихся там или там такой категории они тут без отделки или со скромной отделкой самый самый дешевый зато торговые объекты строят очень быстро вот в прошлом месяце еще и каркаса даже не было уже готовый магазин в этом дуо реки в Андреевщине что вполне естественно потому что торговые объекты надо быстренько отбить деньги у проходной завода ПАК появились вот такие инсталляции прикольные люди фотографируются зимой тут тоже интересная инсталляция была с надписью Орша 2021 в общем креативненько я так понимаю это все исходит от головного предприятия Белаза что это холдинг сейчас Белаза как вы видите и вот они пытаются так облагородить город только респект чуть дальше ПАКа на самой Кабовятской горе по улице Ленина вот такую вот инсталляцию подмельники сделали как бы прикольно только вопрос как тут будем остановиться фоткаться потому что место очень опасное тут машина пролетает на большую скорость что есть с той стороны поэтому она чисто такая декоративная функция чтобы глаз радовало и не надо останавливаться задолго и подходить а с обратной стороны традиционная цветочная клумба которая здесь все время в разных вариантах из цветов 10 этажка по второму переулку Белинского коробка практически готова как вы видите ко второй части еще пока не приступили там за забором все как и было и кстати напишите в комментариях какое бы название вы дали этому району вот этому на территории бывшего ГАП-8 назвать его как бы банально автопарк как бы некрасиво можно еще северный хотя это не самый северный район лучше по факту какие еще могут быть варианты студенческие так как тут три колледжа в округе ну как бы тоже подойдет но не знаю в общем напишите свой вариант если такие таковые есть все-таки тут будет 11 домов по-моему есть многоэтажных уже давно делают ремонтируют дорогу r15 кричев орша лепель это который участок до по торши до трассы м1 вот этот расширили немного действительно была узковатая такая но все равно тут нету кажется место например там есть какая-то поломка стать на обочину в таком случае пока я тут ничего такого супер нового не вижу тут вот организовали реверсивное движение хотя нет уже наверное светофоров а то стояли тут раньше светофоры то в одну то другую сторону в общем вот такая вот реконструкция не совсем такая глобальная но чуть получше будет чем было давненько не было никаких новостей из барани ничего тут особо не строилось и вот проходит вернее даже прошло общественное обсуждение по строительству на этом пастыре десятиэтажного столбика такого одноподъездного типа как вон тот дом так понимаю будет хотя тут наверное двух подъездных тут еще меньше будет в общем то тут соседство гаражного кооператива да место тут в общем то на дом даже не на одноподъездный хватает уплотнят немножко были замечания чтоб сделали там площадку детскую получше там подъезды к этому дому ну вроде бы все это утверждено и должны скоро начать строительство но пока вот как видите одуванчики тут буйно до сих пор не доделают дом культуры в баране вот уже приступили покраски фасада но дату сдачи закрасили видимо уже не влаживаются такие дела а а поселке Побелинского до сих пор ничего еще не сдано, ни один дом официально но уже дело к финишу идет, вот тут последний левый дом уже штукатурили, покрасили, видимо комплексно будут все это сдавать дело с красной ленточкой как положено у нас улица Побелинского по-прежнему перекопана вот такими участками через определенное расстояние, видимо связано с коммуникациями которые меняют далее по курсу тоже самое, но потом закапывают эти места вот такие трубы уже подготовили, как они, капроновая, правильно ли, как пластиковая немного не по теме, но тут вот поезд ласточка, Москва-Минск на Оршанском вокзале, всего 7 часов идет с Москвы до Минска сидя конечно тяжко сидеть, но зато дешево всего лишь, по-моему, 30 рублей, что-то такое вид на строительство торгового центра по Грицевца со стороны улицы вот так он будет выглядеть, ну и там тоже что-то серенькое такое его не построили, а просто реконструировали немножко по улице Молокова началось движение по строительству музея Константина Заслонова на том же месте, в принципе, где он и был ураганом его немножко там потрепало под деревянный домик и решили построить новый музей с точки зрения архитектуры будет он, конечно, такой не очень сногсшибательный заурядное двухэтажное здание я его как-то там фотку публиковал, если на это прикреплю сейчас пойдем посмотрим, когда окончание строительства сентябрь, пока вот нулевой цикл начинается смотрим, какие изменения в логистическом центре бременного Порша а они, несмотря на последние политические события все-таки есть, строят довольно-таки активно видимо еще один терминал или что-то такое, склад в общем, в ближайших планах тут цветочный хаб должны делать ну и большой автовый рынок, видите все в одном цвете с этой стороны что-то копают будут переходить, наверное, на эту сторону что-то строить ну и там дальше, сейчас если я подъеду туда, с ними не прогонят сниму со стоянки в дальний терминал машин на стоянке все больше, значит и работников тут все больше хотя наслышан, что зарплаты тут самые высокие в соцсетях где-то читал вон там, видите, еще один терминал вон там, который тоже строят вон на крыше люди в общем работа тут идет полным ходом и там тоже что-то пуча песка видимо планируют еще одну площадку очень медленно идет процесс в Дубровно строительство пятиэтажки на окраине города видимо тут всего лишь одна бригада вижу я там несколько каменщиков и все дом будет кирпичный, как мы видим с белого кирпича ну и дорогу тут внутриквартальную такую сделали делают вернее в общем вот так вот не сильно быстро тут все идет учебный год фактически уже закончился вот ремонт школы в бабенчих еще в самом разгаре сегодня у нас дождь грязи еще, так что не пойду уже туда вот покрасил и сам этот спортзал и тут кучу песка еще мы везли строительство физкультурно-спортивного комплекса реконструкция его видим изменения в общем-то такие на лицо начали утеплять старую часть самого комплекса на крыше вон видите утеплитель стену делают с той стороны с дальней ну и тут благоустраивают территорию немножко укрепляют ее даже в дождь какие-то работы ведутся по улице по улице мира в районе восточный микрорайона устанавливают ограждение из нержавеющей стали справа посмотреть начинали их еще в том году делать в этом как-то завершают ну я хочу сказать такое себе решение в плане безопасности это ограждение абсолютно ничего не дает зато водители как-то подсознательно едут быстрее потому что якобы что-то тут ограждают тротуар проезжей части вообще лучше конечно точки зрения безопасности вот такие вот высокие бордюры как вот над пятипроводом над улицей Энгельса или на мосту через реку Аршикс а это чисто декоративная штука и никакой безопасности от нее не будет не прошло и двух лет как все-таки что-то тут началось двигаться в районе 130 дома на улице Ленина стоял этот пустырь чего знает сколько и вот буквально три дня назад тут сделали забор и привезли бульдозер и экскаватор теперь там чуть-чуть левее за забором возят туда песок укрепляют видно там ту часть площадки но тут вот загребают эту солому которую застилали на зиму и будут видимо копать котлован вот тут 130 дом кстати строили очень долго если он будет брат-близнец и строить столько же будут не знаю года два стройка тут будет идти в прошлом обзоре я уже было обрадовался что на территории бывшего пирзавода оставят что-то такое аутентичное открыли вот эту старую кладку все оказалось намного прозаичнее теперь ее залепили пенопластом штукатурят и что-то будет дальше непонятно возможно что-нибудь распишут такое мне кажется гораздо поинтереснее смотрелось вот эта первозданная тема можно было немножко ее отреставрировать и смотрелось бы тут очень даже тем более сзади там есть похожие примеры лофта такого той же сырой открытой кладки интересные поэтому непонятно торговый центр в конце улицы Ленина стали раскрашивать в такие цвета короны оранжево-серый неужели корона будет у тебя не факт а тут что-то тоже коммуникации канализации кстати я как-то в интернете в какой-то группе нарвался на опрос именно по Орше что строится торговый центр и что бы вы хотели видеть в этом торговом центре как-то так вопрос был поставлен кто в курсе напишите потом отоссылка куда-то делась не про этот торговый центр речь вообще может еще сами тот кто строит не знает что тут будет кто наверное больше заплатит соизволит в аренду взять того и будет наверное завершаем обзор на стадионе льнокомбината бывшему же стадионе льнокомбината и посмотрим какая тут реконструкция я тут погулял немножко в округе и понял что тут не только площадка по мини-футболу будет тут все более комплексно со всех сторон идут какие-то работы там наверное дорожку беговую будет переделывать и ограждение везде тут понаставили в общем все такое более масштабное будем надеяться что это будет востребовано ну и традиционно в конце призываю любите свой город делайте его лучше свои города подписывайтесь на канал кому интересна данная тематика по горшину или кто какие темы моего канала транспорта та же тема не болейте и до новых встреч до новых встреч до новых встреч